Всем юридический привет! Это Игорь Льгов, я юрист на связи. И сегодня выпуски. Кредиты и смерть. Прекращается ли рост долга со смертью должника? Разберемся. Сегодня только реальная история. А в заключении посмеемся над смешными законами Лос-Анджелеса. Итак, главная тема этого выпуска – смерть и кредиты. Будет ли продолжать действовать кредитный договор после смерти заемщика? И что ждет его наследников? Расскажу реальную историю. Обратилась супруга. У него раньше был супруг, а ныне его нет. По причине того, что они расстались, он злоупотреблял алкоголем. У них есть совместные дети. А она не супруга, то есть они развелись, и его не стало. Так вот, даже при наличии такой неприязненной связи, она вынуждена платить по его кредитам. Почему? Расскажу подробно. Итак, у нас есть линия жизни, есть кредит. И он действует на тот срок, на который вы заключили договор. Допустим, по 2020 год. И вот неожиданно в этом году, в 2018 году, у этой клиентки не стало бывшего супруга. Наследником являются ее дети. И когда она обратилась в банк, банк сказал, что кредитный договор не прекращает свое действие. Продолжается начисляться пени, штрафы и проценты. Поэтому наследники, кто вступит в наследство, должны отдать как основной долг, так проценты, так и пени. И она обратилась ко мне с вопросом, действительно это так. На что я ответил. Что по кредитному договору, давайте разберем, основной долг, он как был, так и остается. Его должны выплачивать наследники. Выплачивать наследники с того момента, когда они вступили в наследство. Дальше. Процент также продолжает начисляться. Даже после смерти проценты продолжают начисляться. И их выплачивает также наследник. Итак, наследники должны оплатить основной долг и проценты. С момента смерти должника. То есть даже на следующий день по кредитному договору ежемесячный платеж должен быть внесен. Вне зависимости от того, что человека уже нет. А вот пени. Пени, штрафы, они оплачиваются только с того момента разумного срока, который дан человеку на вступление в наследство. Более точно эта формулировка звучит в постановлении Пленума Верховного Суда номер 9 от 29 мая 2012 года. И гласит следующее. Итак, с момента смерти должника наследники платят основной долг и проценты по договору. А вот штраф за просрочку платится наследниками с момента истечения времени, необходимого для принятия наследства. Итак, пени оплачиваются наследниками, давайте так, с момента вступления в наследство. Подытожим. Если вы наследник и вы не хотите платить кредиты, не наследуйте имущество, не вступайте в наследство. Если же все-таки так получилось, что вы стали наследником, вы вступили в наследство, вы должны банку заплатить основной долг, проценты и пени. Вы будете платить только с того момента, как стали наследником и начали допускать просрочку. Поэтому рекомендуем сразу же обращаться в банк для разрешения данного вопроса. Итак, смешные законы города Лос-Анджелеса. Первый закон. В соответствии с законом мужчина может бить свою жену кожаным ремнем, однако ширина ремня не должна превышать 2 дюйма. Кроме тех случаев, когда имеется согласие жены на то, чтобы ее пороли более широким ремнем. В Лос-Анджелесе существует постановление, запрещающее купать одновременно двух младенцев в одной купели. И в заключении. В городе запрещено облизывать лягушек. Как вы думаете, почему? Все очень просто. Дело в том, что кожа некоторых лягушек содержит галлюциногены. Наркоманы отлавливали лягушек и старательно облизывали их. А полиция ничего не могла поделать с этим, поэтому запретила облизывать лягушек. С вами был Игорь Льгов. На сегодня у меня все. Знайте и умейте защищать свои права. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok